Призывная кампания в Ленинском городском округе в этом году стартовала, как обычно, в апреле. Но пандемия коронавируса и здесь несла свои коррективы. В первую очередь мы вызываем ребят, кто подлежит призыву, кто пополнит ряды вооруженных сил именно в эту призывную кампанию. Все остальные категории, кто имеет право на срочки от призыва, освобождение от призыва и по другим причинам, будут вызываться позже на заседании призывной комиссии. В отношении них до 15 июля будет принято законное решение. Будущие солдаты в назначенный день по одному проходят здание и не через главный вход, а через запасной выход. Здесь они проходят санобработку, каждому измеряют температуру и только если она не повышена, их допускают в медкомиссии. Новобранцы при этом обязательно должны быть в масках и перчатках. Как видите, полностью защищен, если речь идет о коронавирусной инфекции, поэтому никакой угроз для себя не ощущает. Далее каждого призывника ждет тщательный медицинский осмотр. Данил Жданов ради того, чтобы отдать долг родине, решил взять академический отпуск в университете. Будущий юрист только-только закончил первый курс. Служить, признается Даниил, мечтает десантуре. И коронавирус этому не помеха. У меня иммунитет хороший, я не думаю, что заболею и соблюдаю меры предосторожности. Считаю, что надо отслужить. У меня дед десантник, и прадедушка служил, и папа служил, все служили в семье. Члены призывной комиссии также во всеоружии. Перчатки и маски в общественных местах сейчас обязательны. Член комиссии Сергей Бойков рассказал, как прошло заседание и что призывников ждет дальше. Анализ на ковид, я так думаю, брать будут по приходу, по призыву, то есть фактическому приходу призывников на призывные пункты. Сегодня было 9 человек. Они в основном идут в сухопытные войска. И из них все изъявили желание добровольно, без каких-либо ограничений, либо каких-то оговорок служить российской армией, что очень приятно. Всего же этой весной около 100 человек жителей муниципалитета пополнят ряды вооруженных сил. Ведь защищать родину нужно в любое время, даже в карантин.